Всем привет, это видеоблог серийный продюсер, меня зовут Николай Пак. Сегодня я хотел вам показать фрагмент из подкаста на канале Айран. Не забудьте на него подписаться, это наш проект, мы его продюсируем. В этом подкасте у нас классный гость Арина Бородина, телекритик. Она делает классные обзоры на тот контент, который выходит на телевидении. Раньше работала на Эхо Москвы. Мне кажется, что получился интересный разговор о сериальной индустрии в России. Все, что там происходит, отчасти поговорили про Казахстан тоже. Смотрим. Все постсоветское пространство это сфера, где потребляют сериальную продукцию, произведенную в России. Как там сейчас обстоят дела? Куда двигается вся эта индустрия после войны? Ну, у меня нет такой прям выкладки социологической, что сколько кто производит. Я могу в каких-то общих направлениях сказать, что, конечно, сериалов очень много. Просто какое-то невероятное количество. И мне все равно кажется, что это прям перебор. Очень развиваются, во всяком случае, я не знаю, насколько всегда это экономически эффективно, но в том числе и эффективно, российские онлайн-кинотеатры. Это несколько платформ, которые регулярно производят свой оригинальный, и не люблю слово контента, вот уже несколько раз его повторяю, да, но тем не менее контент. Свои оригинальные сериалы – это платформа «Премьер», «Старт», «Море», которая стала «Винком», платформа «Иви», «Ока», безусловно, «Кинопоиск», вот, это основные платформы, которые… А, «Кион», конечно, еще. Вот, это основные онлайн-площадки, которые борются за зрителя. Сначала им прям предрекали быстрый крах, что кто-то все равно рухнет, а потом останется кто-то один, но тем не менее они все выживают и постоянно забрасывают разножанровыми премьерами зрителя. Цензура там точно так же присутствует. В большей или в меньшей степени? Она присутствует абсолютно, чем дальше, тем больше. Я думаю, что никаких, скажем так, развитий актуального кино, появляющегося там, или сериалов, появляющихся там в 2023 году даже близко не стоит ожидать, потому что там самая смелая – это социальная драма о молодежи. Она хорошо смотрится как сериальная история, но никаких актуальных тем, созвучных тому, что произошло 24 февраля, вот этой катастрофе в отношениях России и Украины не может быть. Это запрещено. А хотя бы вот какая-нибудь такая история может быть реализуема в 2023 году, типа «Последний министр»? Платформенная же история была? Нет, ну там же закрылась даже эта история. Но сериалы при этом качественные и очень интересные выходят. Я здесь для себя всегда разделяю, ну как? А как по-другому? Мы же все равно должны жить. Как я говорю? Не можем прыгнуть с крыши, если я живу в России. Я пишу о сериалах, я их анонсирую, рассказываю. Их очень много. Качественных – да, но актуальных. Есть очень хороший сериал Бориса Хлебникова, это известный кинорежиссер, называется «Товарищ майор». Тоже, кстати, этой платформой произведенный Кион. Но он не выйдет. Там он основан на том, как представитель ФСБ сидит и слушает разговоры. Ну, «Товарищ майор» разные. Его показывали на Кинотавре в 2021 году, пилотной серии. Там была такая платформа. Ну, на торрентах будет? Ну, пока он вообще нигде не будет. Сериалы, вот сейчас существует масса фестивалей, но из них два, которые освещают премьеры онлайн-кинотеатров. Вот когда мы в Сочи были в сентябре, там по две серии новых сериалов показывали. Многие из них отодвигали премьеры, что-то там снимали, как вот «Союз спасения, время гнева» есть фильм, а сериал отличается от фильма. Он сейчас целиком уже выложен на Кионе, но его снимали целиком тоже. Потом вернули. Цензура началась с сериала «Эпидемия», который снимал Павел Костомаров. Пятую серию показали, сняли. Таких историй, к сожалению, даже в невинной совершенно развлекательной индустрии, я прогнозирую в России все больше и больше. То есть закручивание гаек, оно продолжается? Оно катастрофическое. А вот с учетом какой-то русской... И радуешься, я закончу единственное, радуешься любой маломальски проскальзывающей истории. Иногда я себе давлю, не пишу про то, что я, например, знаю по каким-то своим неофициальным каналам, чтобы, не дай бог, не удалили. Вот есть один сериал у нас, который про новые, как я говорю, репрессивные законы наши попадает в 100%, и он все равно на платформе выходит. То есть либо до него не дошли, либо кто-то не стукнул, не написал донос. То есть хочется, думаешь, ну сейчас вот ты напишешь, а вот как же так? А ты не пишешь, потому что это нормальная обычная реалия жизни, про которую просто людям рассказывают, показывают в формате сериала. Это сериал, это художественный вымысел. Но его зачем же, это художественное произведение, убирать из-за того, что приняты такие, на мой взгляд, очень неоправданные совершенно законы. То есть они есть, эти проблески, но вот они все не в политической плоскости. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал Серийный Продюсер, подписывайтесь на канал iRUN. Нам очень важна ваша поддержка. В следующем выпуске нашего подкаста про медиа мы будем говорить о том, как мы получили 100 тысяч подписчиков на канале iRUN и что мы при этом чувствовали. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok